А о киноиндустрии вновь вспомнили в Госдуме. Там хотят предельно русифицировать прокат. По проекту депутата Литвинцева 8 из 10 фильмов, идущих в кинотеатрах, должны быть отечественного производства. А если производство, например, совместное, то чтобы от 60% работы было сделано нашими мастерами. Инициатива уже приводит в ужас прокатчиков. То, что депутат называет иностранным засилием, как раз и есть основная статья их дохода. Удивлены и производители. Наша киноиндустрия просто не в состоянии сейчас выдать такое количество фильмов. А это значит пустые кинозалы. Виталий Втулкин подробнее о квотах на искусство. Это депутату Литвинцеву за державу обидно стало. Выпускник в ГИКО написал законопроект, и вот что придумал. 8 из 10 фильмов в наших кинотеатрах должны быть нашими. Или если по тексту национальными. Такими он предлагает читать ленты, минимум 60% которых сняты российскими компаниями, и команды более чем на 70% укомплектованные соотечественниками. Так победим, уверен парламентарий. Долой иностранные засилия с экранов страны. Попробуем вспомнить несколько российских фильмов, которые на ваш взгляд способны составить достойную конкуренцию иностранным. Вы знаете как, я могу даже далеко не ходить и привести в качестве примера последние фильмы. Вот на днях идет достаточно простой фильм, там, билет в Лас-Вегас. Ну вот здесь депутат, получается, путается в показаниях. Под его же определение национальный эти экраны приключения подходят вряд ли. Сами создатели, преподнося как знак качества, особо подчеркивали, какой там на треть. Почти все сделали заокеанские киношники. Съемки в Америке заняли полтора месяца. Практически весь фильм снят там. Полностью американский продакшн, американский режиссер, вся группа. Я через две недели стал разговаривать на профессиональном английском. На Мосфильме во время путешествия по павильонам маленьким гостям и с баллонным экшном и блокбастерами рассказывают на «Что раньше в кинотеатре было билет не достать». Мы из джаза, сталкер, они сражались за родину Анна Каринина. В лучшие для себя времена советские режиссеры дарили зрителям одной шестой части суши примерно 250 игровых фильмов в год. И это при том финансировании, том количестве студий и отсутствии как таковой конкуренции со стороны Голливуда. Теперь, чтобы депутатские планы исполнились по почетам одной лишь России, чтобы закрыть отданную ей 80-процентную прокатную квоту, нужно снимать в год минимум 400 картин. А на такое, уверен режиссер Шахназаров, родной кинопром просто не способен. С учетом того, сколько у нас снимается, и четверть рынка проката взять, миссия едва ли выполнима. Как минимум в неделю должны быть, наверное, в месяц 2-3 премьеры. Больше. То есть вам нужно как минимум прокатчику дать порядка 100 картин, которые могут работать в прокате. Я имею в виду, это не значит, что если вы будете производить 100 картин, то все 100 можно показывать в прокате. И в этом нету никакого чуда. Это правильно. Это пропорция естественная. Владельцам кинотеатров перспектива почти целиком сворачивать зарубежный репертуар и не переставая крутить отечественное, понятно, совсем не в радость. Квотировать, скажем так, продукцию, которую мы должны показывать, на основе которой мы должны делать по большому счету деньги и кассу, ну это совершенно неправильный подход. Тогда можно было бы закрывать эту индустрию вообще. Ни о чем не думать. Фильм Юрия Грыму «Стрейнджерс» «Чужие» в переводе, попадем в прокат не пять лет назад, а после возможного принятия закона, оказался бы автоматом в категории иностранных. И тогда никакой тебе надежды даже на окупаемость. Кто и зачем таким законом единым пытается ему и коллегам по цеху помочь, Грымов понимать отказывается. Нужна масса законов, которые позволят встать на ноги индустрии, а не горски любимых режиссеров и нелюбимых. Должны быть равные условия. И государство должно уйти с поля денег, не выдавать прямую деньги на кино, а создать условия, при которых мне будет выгодно брать кредит, снимать фильмы и выходить в прокат. Впрочем, инициатива либерал-демократа Литвинцева – это документ, который в Госдуму только внесен. То есть совсем не факт, что и до конца года его там рассмотреть успеют. Но как только доберутся до него депутатские руки, автор готов к компромиссу. Чтобы не 8 из 10 фильмов обязывать к показу, а 5-6, например.